александр приветствую тебя с добрым утром артем добрый день дорогие друзья мы снова работаем для вас для того чтобы обсудить различные ситуации на мировых площадках на рынке форекс на российском рынке а также на рынке криптовалют кому слово да все верно действительно друзья сценарий не мы пришли к устоявшиеся традиции совместного анализа технически фундаментально то есть даем вам максимум вводных чтобы вы принимали конкретные торговые решения если опять же есть какой-то фидбэк пожелание рекомендации обязательно пишите в комментариях мы с александром с большим удовольствием готовы прислушаться к вашей обратной связи и в целом сделать безусловно контент интересное прежде всего для вас разбираем технику фундамента активов которые нам с александром вот моменте кажутся интересными сегодняшний день не исключением поскольку я традиционно за фундаментальный фонд хочу отметить что сегодня можно демонстрат и перейдем туда да пожалуйста так меньше с открытый индекс доллара хотя говорите хотя не они но хорошо раз индекс американского доллара я понимаю что для многих это основа для принятия инвести решений сейчас ситуация неоднозначная потому что после событий последних недель от выступления паула до выхода данных по инфляции было все чтобы доллара появился очень хороший локальный восходящий тренд ну вот мы не увидели этого роста на который рассчитывали я на своих опять же брифингах вебинарах очень часто последнее время ситуацию разбирал принципе кому интересно можете друзья посмотреть на нашем канале на ютюбе чтобы сейчас не повторяться опять же не буду ходить на второй круг по индекс американского доллара я считаю что сейчас вот там как минимум до инвайдского заседания американского регулятора она состоится 25 до 26 января настроение по доллару будут неоднозначны поэтому это как раз период и шанса для тех из вас кто еще не заработать только сколько хотелось заработать на рисковых активов сделайте если вы опять же искали еще одну возможность чтобы присмотреться к росту евро пункта строительного зеландца канадского доллара то сейчас такие возможности друзья есть каких-то значимых фундаментальных событий которые могли бы снова перезагрузить мышление трейдера в отношении доллара сейчас не будет а вот в отношении риска их хватает вот пример можно посмотреть на пару фонд-доллар которая на данный момент локально сегодня уже растет снова 1.3647 мы видим в моменте котировки пункт настойчиво игнорирует все риски связанные с потенциальным вотом у меня доверия борису джонсону и больше полагается на такой классический фундаментальный фонд буквально ну прям совсем в прямом смысле несколько минут назад вышел блок данных по рынку труда англии я прямо сейчас экономический календарь открыт в целом данный очень хороший уровень безработицы снизился со 4 и 2 процентов до 4 1 растет темп создания новых рабочих мест растут заработные платы придраться в принципе не к чему и еще до выхода этих данных в принципе очень многие этот видит за фундаментальным фоном говорили что этой неделе может стать еще одной неделе активного роста фунта потому что будет очень много статистики рынок труда завтра данные по инфляции под конец недели еще роничные продажи по ожиданиям в купе всех этих релизов может создать впечатление и между прочим условия для того чтобы британский регулятор повысил процветную ставку уже на следующем заседании который по сути состоится через пару недель по этой причине я рекомендую друзья дождаться чтобы пара фунт доллар орвалась выше уровня этой линии локального нисходящего тренда это примерно 1.3680 и там уже рисковать покупать с целями у меня есть свои как бы субъективные целевые ожидания это значение 1.38 1.3850 но я понимаю что мое мнение оно для многих ничего не значит поэтому часто оперирую опять же данными инвестбанков которые сегодня банков америка и морган стэнли я видел очень похожие у них целевое ожидание они вообще рассчитывают на 1.40 уже в ближайшие там месяц полтора можно присмотреться и к уровню 1.40 хотя я думаю что даже 1.3750 1.38 пока что будет хорошей победой уже будет хорошей победой для покупателей британской валюты так золото еще актив который мне интересен последнее время сейчас долл это снова в коридоре 1.810 1830 скажем так а фон неоднозначный тоже достаточно аргументов за покупку там начиная от рисков роста инфляции и достаточно аргументов за продажу из-за боязни увидеть более крепкий доллар еще больший восстановительный тренд на рынке казанчайских облигаций я таких условиях рекомендую смотреть на индекс рыночных настроений в данном случае вот уже несколько дней подряд я постоянно делаю на этот акцент потому что очень хочу чтобы те кто ищет другой способ анализа омичных событий как технологии убедились в том что это работает сейчас большинство золото шортит поэтому я думаю что прежде чем возможно когда-нибудь там будущем золото придет к снижению мы увидим неплохой рост и я допускаю что этот рост может быть там до отметки 1840 1850 и пару слов буквально про рынок нефти опять же кулуарно до начала эфира мы с тобой затронули этот актив рост действительно космический просто 88 долларов за баррель уже и причем без каких-либо коррекций откатов этот рост наблюдается уже несколько недель подряд очень много сейчас факторов связанных с геополитика вот буквально события на ближнем востоке последних часов очередная атака емельских усидов с дронами там инцидент саудовской аравии это все снова заставляет бурдить вот эти риски и потенциальные угрозы перебоев подставок с ближнего оттока но в итоге мы видим то что видим но мне кажется что нефть ну крайне сильно перекупили и нужно бы ей конечно же дать хотя бы локальную слабину я все пытаюсь поймать вот эту коррекцию вот уже неделю подтягиваю отложку для селстопа начинал уровня там 82 50 сейчас он уже 87 88 мы видим котировки и двигаю снова торку целостоп уровня 86 50 это как раз чуть ниже линии локального сходящего тренда то есть если будет пробой снижение на импульсной волне на панике может заставить бренд отступить еще ниже поэтому вопреки опять же устоявшейся практике в данном случае я не сторонник того что нужно покупать то что растет у меня альтернативный сценарий надеюсь что он принесет свои плоды александр слово тебе благодарю и мы продолжим тему нефти конечно же это один из самых интересных инструментов на текущий момент и не стоит как бы ограничивать его вниманием и я предлагаю сразу взглянуть на российском рынке нефть марки бренд который продолжает уверенный рост этот рост еще был начать с района 66 долларов в декабре месяц начало декабря и за два месяца посмотрите как у сяко нам удалось подняться если быть точнее это 33 процента роста на текущий момент за два месяца это очень хороший показатель доходности потому что мы привыкли рассчитывать на то что многие классические инструменты которые мы торгуем могут генерировать там месячную прибыль порядка 5 7 до 10 процентов это очень хорошо а тут за два месяца 33 процента если что нужно было успеть словить все это движение или продолжать сидеть в данном инструменте но глядя на дневной график можно сказать что действительно после пробития уровней которые мы отмечали ранее 83 45 83 50 инструмент закрепился уверенно выше и продолжил свое шествие даже на дневном графике для тех кто торгует крупные таймфреймы конечно же образовывалась точка входа можно было успеть открыть позицию в районе 84 и уже получать как минимум 4 доллара себе в подарок соответственно что можно сказать да если говорить о целях которые преследуют нефти с учетом всех событий которые происходят помимо геополитики мы добавим сюда и обострение ситуации с распространением коронавируса в европе новых его видов и так далее также заболеваемости и вот у меня есть даже прецедент у меня есть друзья в европе и сын моего лучшего друга которому четыре года заразился коронавирусом в садике ну как такое может быть четыре года ребенку он уже заболел соответственно эти все коронавирусы он принес домой и заразилась мама и так далее в общем вот это вот все распространение коронавируса с счетом даже того что все вакцинированы и все следят за своим здоровьем но тем не менее это пока не защищает 100 по 100 проценту населения соответственно это также может подталкивать нарастанию рисков на различного рода опасений которые толкают те или иные инструменты в ту или иную сторону соответственно в данном случае мы говорим про нефть и опасения как ты уже говорил по поводу поставок которые могут возникнуть это чисто гипотетически но не факт что так произойдет могут конечно же толкнуть нефть даже в район 90 а то и выше но ты верно подметил перекупленность очень большая мы очень давно не корректировались и это коррекция может пройти вот таким вот образом либо вот такая палка может быть либо вот такие вот хвосты могут быть и конечно же может быть определенная зона где инструмент может дать хорошую точку входа на она будет очень быстро и там могут дать и сразу отскочить на к 7 процентов наверх и можно успеть это словить это не означает что мы вам даем рекомендацию потому что нужно сразу выставлять свои ли нитки в районе 84 там 79 и сидеть ждать конечно же это может не произойти никогда может произойти через полгода вот следите за ситуацией в моменте принимайте правильное решение на текущий момент нефть смотрится на продолжение движения в лонг дневка очень хорошая постоянно все выкупает посмотрите все хвосты выкупает малейшие какие-то слабинки не дают даже инструменту пойти вниз сделать какой-то перелог даже предыдущих каких-то уровней предыдущего дня и соответственно это говорит о том что нефть может продолжить свое шествие хорошей бы зоны для покупки могла служить на текущий момент если мы говорим про сегодняшнюю торговую сессию это район 87-87 30 в лучшем случае конечно же если инструмент опустится до 85 с половиной там отстоится когда можно будет присмотреться к нему на продолжение роста потому что тренд очень и очень сильный если мы говорим про другие инструменты российского рынка здесь очень слабо выглядят такие раньше драйверы нашего роста и драйверы для заработка это газпром и сбербанк хотя они смотрятся вниз инструмент стоялся под уровнем 35 800 и начинает стремиться к своей линии поддержки в районе 29 с половиной это если говорить про газпром точка входа конечно же лучше всего по нефти смотрелось на в районе 35 половины для тех кто упустил можно будет присмотреться к уровню с нефти 32 чтобы быть точнее 32 где-то 650 вот как раз здесь инструмент сегодня и был посмотрите вот плюс минус 32 даже уже 520 потому что мы опустили по лоу и дальше смотрится вниз сбербанк то же самое очень слабый вот то что дала нефть в лон обратите внимание сбер дал шо но за более длинный период с октября месяца как вы видите здесь мы практически 40 тысяч упали на 25 190 это очень сильная коррекция поэтому не стоит рассчитывать на то что инструмент будет дальше так сильно валится я бы не ставил ставки на то что будет там действительно продолжительный нисходящий стренд сбер такой инструмент который достаточно сильный на российском рынке и любой момент может произойти выкуп при том что уже снизу начинает нарастать объемы которые могут остановить это снижение и спровоцировать какого-то рода коррекцию если мы коротко говорим про криптовалютный рынок здесь продолжается печальная ситуация на самом-то деле никакой конкретики никакого устоявшегося движения но тем не менее зона 40-42 тысяч по прежнему отрабатывает себя в виде поддержки не дает инструменту скорректироваться ниже но обратите внимание нисходящая линия тренда по-прежнему работает и как только мы выйдем за предел этой нисходящей линии тренда скорее всего возникнет какое-то коррекционное движение наверх если мы говорим про биткоин но смотрится честно скажу смотрится очень плохо лучше пусть я буду говорить о том что будет все плохо и она развернется в лучшую сторону все станут снова счастливыми начнут улыбаться но тем не менее по текущей ситуации по технике смотрится плохо но я надеюсь что удержит один из немногих инструментов которые мне действительно понравился это был где где которые в принципе принципе сейчас я вам покажу которая в принципе очень сильно снизилась на фоне всей всей коррекции которая уже происходила по рынку и который уже происходило по рынку обратите внимание я находится на очень своих минимальных отметках даже тех уровнях которых начинались движения в принципе для долгосрочной инвестиции где может служить хорошим инструментом для заработка в пределах там 1-1 30 для покупки и потом рассчитывать цель там где-то стоит источник перспективы где-то в район 2 до 60 до 70 вот каким уровнем который может пойти ну возможно чуть чуть раньше а вот из остальных инструментов которые я выделил ранее они по-прежнему остаются сильными то луна матик алга и солана да ну тоже присутствует элемент коррекции по данным инструментом и не исключено что мы увидим цены немножко ниже поэтому если будет сильная просадка есть смысл добрать эти позиции потому что на фоне других инструментов у них большая перспектива на них строится очень большое количество проектов они используются для уплаты комиссии и так далее поэтому им лучше всего присмотреться а из долгосрочной инвестиции то есть где в принципе я не отрицаю что где может сходить и дать там заработать порядка 40 60 процентов среднесрочной перспективе это может быть даже за квартал либо за четыре месяца вот такая вот ситуация она достаточно печальная поэтому берегите свои деньги если у вас есть позиция кэш не исключено что падение может быть еще чуть чуть ниже вот ну и с того момента уже может быть резкий выкуп который может позволить сделать перехай по многим из инструментов которым мы с вами торговать вот такая вот информация спасибо александр за точку зрения за обзор том числе и валютного рынка остается дело за малым уж не знаю можно и так выразить следить друзья нам анализирует рынки тем кто непосредственно торгует них мы конечно же можем сколько угодно предполагать но рынок только он располагает в общем александр тебе хорошей торговой недели увидимся уже в следующий вторник еще раз сам вернемся к криптовалютной индустрии надеюсь что в прошедшее еще одну неделю все таки многие активы окажутся уже в зеленой зоне потому что распродажи продолжаются уже довольно таки долго ну и также как и по рынку нефти периодически тренд весло он должен меняться в общем не нужно вешать носы особенно крипто энтузиастам когда на рынок вернуться покупатели разумеется крипто довольно быстро всем напомнит как она может расти и все будет довольно спасибо александр спасибо артем спасибо дорогие друзья увидимся в следующих вторник и действительно сохраняйте оптимизм все наладится все будет хорошо ему снова с вами будем улыбаться на 32 все счастливо пока